МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он отметил, что выбрал эту вакцину, потому что она более долговременная. К тому же представители вооруженных сил прививают спутником, а президент – верховный главнокомандующий. Побочных эффектов после вакцинации практически не было. После первого укола вообще ничего не чувствовал. Где-то часа через четыре чувствовалось вместе уколы небольшая. Чувствительность появилась. После второго я сделал в 12 часов дня, в 12 часов ночи, измерил температуру, температура была 37,2. Лег спать, проснулся – 36,6. Большой блок вопросов обращения от россиян был посвящен коронавирусу. Жаловались президенты на угрозу увольнения в случае отказа прививаться из-за медотвода. Глава государства отметил, что это незаконно. Спрашивали у Владимира Путина про реабилитацию после перенесенного заболевания. Интересовало жителей, как будет организован учебный процесс в школах в сентябре. Ну, скорее всего, что дети младших классов, конечно, будут ходить в школу, а в старших, ну, надо будет посмотреть, исходя из конкретной ситуации, как я уже сказал. Но я думаю, я надеюсь, в конце концов, на то, что все-таки мы достигнем такого коллективного иммунитета, о котором мы говорим, в том числе благодаря активному прививочному процессу и школы, и высшие учебные заведения, и предприятия малого, среднего бизнеса, крупные наши компании будут работать в обычном режиме. Речь шла о росте цен. Жители спрашивали, контролирует ли кто-то этот процесс. Рост цен на продовольствие происходит во всем мире, сказываются и ковидные последствия. Правительство приняло ряд мер по сдерживанию, заключило соглашение между производителем и торговыми сетями, выдало субсидии производителям конечной продукции, ввело повышенные таможенные пошлины. Зачастую рост цен вызван дефицитом того или иного продукта. У нас своей продукции не хватило. Вот в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. И, надеюсь, нам хватит с лихвой. Вот этот миллион, как бы, вот этого как раз и не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, как правило, из-за границы. Лишение льгот ветеранам труда – проблема, с которой люди нередко сталкиваются в регионах. Напомним, этот вопрос недавно обсуждали и в Городской думе. Наших ветеранов лишили льгот, установив верхнюю планку дохода – 20 800 еще в 2017 году. До сих пор эту тему периодически поднимают, обращаются к областному правительству. У нас вообще есть такое общее правило, кстати говоря, предусмотренные и Конституцией. Нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют. Надо внимательно посмотреть на эту сторону дела всем нашим руководителям любого уровня. Ответил Владимир Путин и на вопрос о единовременной выплате родителям школьников. Деньги он поручил выдать и родителям шестилеток, даже если они не идут в первый класс в этом году. При этом президент отметил, что надо учитывать, что выплата разовая и лучше направить эти деньги именно на подготовку к школе в будущем. В ближайших выпусках новостей мы расскажем и о других вопросах, которые затронули во время прямой линии с Владимиром Путином. В 2017 году в соответствии с поправками закон Нижегородской области о мерах социальной поддержки живущей в Сарове ветераны труда, чьей доход выше 20 800 рублей, лишились ряда льгот. В том числе это ежемесячная денежная выплата в размере 557 рублей и ежемесячная денежная компенсация. 50% платы за жилое помещение в пределах социальной нормы. Такое решение вызвало напряженность в городе. Вопрос пытались решить, направив в область обращения еще в 2018 году, но получили отказ. Сейчас Александр Тихонов хочет направить очередное депутатское обращение, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Этот вопрос обсудили на заседании планового бюджетного комитета. Самого Александра Михайловича на встрече не было, но выступили приглашенные представители ветеранских объединений. Мы порядка 3 миллиардов перечисляем налогов в бюджет российский, областной. Та сумма, которая нашим ветеранам на выплаты, я не думаю, что в область так сильно объединяет. Но они же перейдут нашим жителям города. В Саров уже много лет глубокий донор областного бюджета. За последние 7 лет налоговые отчисления с нашей территории превысили поступление из областного бюджета на 14 миллиардов. В среднем на 2 миллиарда в год. При этом наши ветераны живут далеко не богато. Когда разговариваешь с ветеранами, действительно сидят копейки с щитами. Кто-то отключает телефон, чтобы лишние деньги не платить. Кто-то на чем-то другом экономит там. Ну и так далее, так далее. Пенсия работников НЕФ в среднем выше, чем пенсия сотрудника какой-то организации, например, Дзержинска. Из-за этого и выходит, что те, кто получает 18-19 тысяч, имеют право на льготы, в том числе и льготы на квартплату. А те, кто получает не намного больше, около 21 тысячи, этих и льгот лишены. При этом уровень жизни и цены в нашем городе выше, чем по области. Закон был принят не просто как некое восстановление социальной справедливости или уравнилки. Это был закон, прямо направленный против Сарова. Ну вот откровенно говоря, да, потому что прокуратура, постоянные суды, с губернатором в первую очередь, да, с правительством Нижегородской области, привели к тому, что ветеран атомной энергетики и промышленности был приравнен к ветерану труда. Соответственно, что сделало правительство? Правильно, ввело отсечение, верхнюю планку установило, и по кому больше всех шарахну? Правильно, по Сарову. Депутаты решили создать рабочую группу по этому вопросу, куда войдут представители Думы, администрации, внефы, ветераны. Результатом ее работы станет обращение к губернатору, чтобы либо вернуть надбавки Сарову, либо поднять верхнюю планку нуждаемости. Три человека погибли при пожарах в этом году, в их числе один ребенок. Таких трагедий не было на памяти ветеранов пожарной охраны уже много лет. Напомним, возгорание произошло утром 16 мая в дачном доме в Союзе. После того, как пожар был потушен, сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших. 63-летняя женщина и ее 4-летний внук не смогли выбраться из огня. В настоящий момент проводится пожарно-техническая экспертиза. Она не проведена, но предполагаемая причина – это нарушение устройства электрооборудования. Возможно, один из аварийных режимов работы электросети. Чаще всего пожар происходит в многоквартирных домах, реже на дачных участках. Большинство возгораний случаются из-за непотушенного окурка, неисправной проводки или неосторожного обращения с огнем. Один пожар в этом году произошел из-за удара молнии, сгорел гараж. Но если разголы стихии мы предотвратить не в состоянии, то соблюдать элементарные правила пожарной безопасности дома или на даче под силу каждому. Не разводить костры на дачных участках, не сжигать мусор. На квартирных домах, на частных домовладениях следить за состоянием электропроводки, не оставлять пищу на плите и не уходить из дома в этот момент. Если загорелась проводка, ни в коем случае не тушите ее водой. Нужно постараться отключить электричество в квартире, накрыть очаг возгорания плотной тканью или одеялом, выйти из дома. Также МЧС напоминает, что на территории Сарова введен особый противопожарный режим. Запрещено посещать леса. Шашлыки и барбекю можно готовить только на стационарных мангалах. На монолите, так сказать. И во-вторых, нужно обезопасить место. Это ведро воды, как минимум. Лопаты, например. Огнетушитель, если имеются. И нахождение от построек, от хозяйственных построек, если это на садовых участках, тоже должно быть регламентировано. За разжигание костров, установку мангалов в неположенных местах предусмотрены штрафы от 4 тысяч рублей. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. И снова на те же грабли. На удочку мошенников с каждым днем попадает все больше жителей нашего города. Схемы обмана множатся в геометрической прогрессии. Но есть в них что-то схожее. Людям звонят от имени сотрудников правоохранительных органов либо банковских специалистов. Говорят об угрозе, что навеслено над их счетами и предлагают свою помощь. 14 июня этого года аналогичным способом гражданину поступили звонки на сотовый телефон гражданина. После чего в несколько кредитных организаций данный гражданин пришел. И все денежные средства, которые находились у него на счетах, он обналичил. Эта сумма составила порядка 5 миллионов рублей. Мошенники предусмотрели даже вопросы представителей банков, которых потерпевший обналичивал деньги и проинструктировали свою жертву. Ему сказали, что верить никому нельзя, так как операция по поимке мошенников, в которой он участвует, только начинается. И, что немаловажно, разглашение оперативной информации карается уголовной ответственностью. Данные денежные средства в размере около 5 миллионов рублей он перевел на 462 номера телефона, которые мошенники ему диктовали через различные банкоматы, находящиеся на территории города. На каждый номер телефона гражданин переводил примерно по две транзакции в сумме от 10 до 15 тысяч рублей. Когда у саровчанина закончились деньги, мошенники попросили его взять кредит на сумму около миллиона рублей. При оформлении кредита банковские сотрудники предупреждали его о возможных мошеннических схемах, но мужчина уверил их, что деньги берет для личных нужд. Этот миллион он также перевел злоумышленникам. Общий ущерб, нанесенный гражданину, составил примерно 6 миллионов рублей. В любом случае ни сотрудники полиции, ни сотрудники кредитных организаций никаких операций по поимке по телефону не проводят. Никакую информацию не запрашивают, никакие операции по снятию денежных средств и переводу их на другие счета не производят. Зачастую мошенники используют современные технологии, благодаря которым звонок с сотового телефона может высвечиваться у адресата как номера служб урегулирования банковских вопросов, либо номера правоохранительных органов. Поэтому любую входящую информацию для своей же безопасности необходимо перепроверять. Анна Пилипец, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Пугающие цифры. За минувший год в Сарове зарегистрировали 9 ДТП с участием нетрезвых водителей, по вине которых погиб один человек и 12 жителей города получили повреждения разной степени тяжести. В этом году зафиксировали два ДТП, в одном из них пострадал ребенок. Это ДТП случилось у нас 9 мая на перекрестке Зернова-Арзамаска, когда водитель нетрезвого стояния, управляя машиной «Газель», припаруется налево, не пропустил встречный фальсваген пассат, в результате которого ребенок, который находился в детском кресле, на заднем сидении. Водитель этого пассата выполнил все требования правил дорожного движения, но тем не менее, в результате действия нетрезвого водителя, ребенок получил телесное повреждение. По статистике не только Сарова, наиболее тяжкие ДТП происходят именно с участием пьяных водителей, так как человек в этом состоянии не может правильно оценить опасность, у него замедленная реакция, а потому даже самые незначительные ошибки в управлении источником повышенной опасности автомобилем могут привести к страшным последствиям. Еженедельно мы проводим профилактические мероприятия по выявлению нарушения правил дорожного движения, связанные с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного пьянения. Минувшие выходные не были исключением. Мы работали в усиленном режиме в пятницу, в субботу, и два водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного пьянения, были нами задержаны. Патрули проводят и в будни, и не так, в середине недели, ближе к утру, сотрудники госавтоинспекции остановили водителя машины ВАЗ-2109. Саровчанин был в состоянии наркотического опьянения, что подтверждает результаты химико-токсикологического исследования. Сейчас в отношении задержанного решают вопросы возбуждения уголовного дела. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Сообщи, где едет зло. С таким призывом сотрудники госавтоинспекции обращаются к жителям Нижегородской области. Профилактическая акция «Трезвое лето» – пилотный проект правительственной комиссии Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения, по снижению смертности в ДТП, по вине нетрезвых водителей. Акция уже нашла отклик у жителей области. 26 мая, с того момента, как начал функционировать телефон доверия, 119 по информированию по нетрезвым водителям было получено 423 сообщения о нетрезвых водителей. Было задержано 88 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного обменения. Промежуточные итоги профилактической работы сотрудники госавтоинспекции подвели в онлайн-режиме. Брифинг с журналистами областных изданий прошел на платформе «Зум». По количеству задержанных лидирует Нижний Новгород. Там привлекли к ответственности 29 человек. В Дзержинске – 9 нарушителей, а в Арзамасе – 7. В Сарова в списке лидеров нет. На моей памяти было 9 таких звонков. В трех случаях водители были задержаны. В шести случаях либо автомашина уже была обнаружена в микрорайоне, где она была замечена, и водителя не было. Либо она вообще не была обнаружена, либо куда-то уехала в другой микрорайон, либо покинула территорию нашего города. Принять участие в профилактической акции может любой житель города. Если вы видите за рулем человека в измененном алкоголем состоянии, сообщите об этом по номеру 112. Один звонок может спасти чью-то жизнь. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. 18 велосипедов угнали в Сарове с начала года. Пять из них на прошлой неделе. Причем ценовая категория не играет роли. Объектом внимания злоумышленников становятся велосипеды стоимостью от 5 до 50 тысяч рублей и выше. Похищают велосипеды, которые никаким образом не заблокированы, то есть не пристегнуты, стоят в подъездах жилых домов, в тамбурах жилых домов. Соответственно, есть велосипеды, которые пристегнуты около домов, в подъездах жилых домов, к другим велосипедам, к батареям отопления, к лестничным маршам. Иногда воров все же удается вычислить. На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов задержали словомышленника и изъяли украденный велосипед. Еще пять преступлений остаются нераскрытыми. Чтобы избежать подобных неприятных происшествий, рекомендуют соблюдать меры профилактики. Преступления не совершаются или совершаются крайне редко в тех подъездах и из тех жилых домов, на которых установлено видеонаблюдение. Потому что в 100% случаев лица, которые попали на камеру видеонаблюдения, личности их устанавливаются, и они привлекаются к установленным законам ответственности. Если вы оставляете велосипед даже на непродолжительное время, к примеру, при походе в магазин, его нужно зафиксировать противоугонным тросом. Тонкие тросы легко перекусить, поэтому они тоже не гарантируют качественную защиту двухколесного транспорта. Самый эффективный способ профилактики – хранить велосипед в месте, недоступном посторонним. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Талантливые, активные, харизматичные, не похожи ни на кого. Такая молодежь живет в нашем городе. Все они уже добились больших успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности. Мария Головина состоит в юно-армейском отряде «Бар» с момента его основания. За это время она не только приобрела уникальные навыки и незабываемый опыт, но и нашла новых друзей, которые стали для нее семьей. Наш отряд действует с 2018 года. За это время мы успели сделать огромное количество достижений, поучаствовать в огромном количестве мероприятий. И я считаю, что эта грамота не лично для меня, а для всего моего отряда. Потому что если бы не было их, не было бы и меня как командира. Андрей Махмудов признается, что в детстве был стеснительным. Но потом его захватила творческая и общественная деятельность. За время взросления Андрей попробовал себя в различных видах деятельности. Но больше всего его привлекала сфера медиа. Активист любит свое дело и при создании контента старается сделать все идеально. Я обожаю, когда это имеет спрос. Как же можно не любить то дело, делая которое люди говорят тебе спасибо. Кирилл Новикевич не представляет свою жизнь без съемочного процесса. Первый интерес к видеосъемке у него появился, когда он увидел, как работают телевизионные операторы. Первые шаги в увлечении юноша делал с бытовой видеокамерой. Сейчас Кирилл не уступает по уровню профессионализма более опытным коллегам. Но считает, что всегда есть к чему стремиться. Изначально меня оцеплял процесс съемки. Мне было интересно кадрировать, искать ракурс интересный. А впоследствии, когда я уже стал более осмысленным, мне стали интересны люди, которых я снимаю, с которыми я общаюсь во время съемки. Подводя итоги, организаторы выразили надежду на то, что с каждым годом активной молодежи в Сарове будет все больше. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Около шести километров реки Сатис расчистят в ближайшее время. Подрядчик ООО «Флагман» из Самарской области в прошлом году расчищал Вичкинзу в Дивеевском районе. Работы на Сатисе будут производиться плавучим экскаватором. Сначала грунт погрузят на берег, а после обезвоживания донные отложения вывезут на полигон. За день экскаватор может вынуть до тысячи кубометров грунта. Расчистка реки разделена на пять этапов, на пять участков. Значит, первый участок это будет до Маслихинского моста. Второй участок с Маслихинского моста до, значит, нового моста. Значит, далее идем к плотине. Некоторые жители города переживают за жизнь уток и лебедей, которые не так давно появились на водоемах Сарова. При расчистке реки их гнезда могут быть уничтожены. Мы осветим это в массы. Значит, и то, что вы примете, какое решение за горожанами, значит, оставляем этот участок реки и не будем его чистить. Значит, пускай гнездятся утки. Значит, мы его оставляем. То есть, если примете, давайте уток перенесем, мы перенесем их и почистили. По контракту подрядчик должен выполнить работы до 1 декабря. Но, по словам представителя компании, расчистку планируют закончить досрочно, в течение трех месяцев. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Около трех лет в первой поликлинике не было нефролога. В это время саровчанам приходилось обращаться к другим специалистам, чтобы пройти обследование почек. С начала года этот пост занимает Светлана Четырёва. Закончив ординатуру, она пришла работать в КВ-50 терапевтом. Позже прошла подготовку по специальности нефрологии и теперь помогает пациентам следить за здоровьем почек. Почки называют немым терпеливым органом. Чаще всего первые симптомы у пациентов наблюдаются, когда идет снижение функции почек более чем на 70%. Поэтому есть даже такое высказывание, что почки умирают молча. Когда человек обеспокоит боль, он, естественно, сразу бежит к врачу. Здесь порой приходят пациенты и говорят, я не знаю, зачем меня к вам направили, у меня, по вашей части, все хорошо. По словам специалистов, на работу почек влияют множество факторов. От стрессов и перехолождений до неконтролируемого приема таблеток. Выявить недуг на ранних стадиях трудно, нет первичных симптомов. Задача врача – вовремя установить диагноз, когда еще есть шанс вылечить почки. Конкретной какой-то симптоматики нет, зависит от того, что привело. И вот я вам говорю, если это артериальное давление, которое ничем не контролируется, то нужно обратиться к нефрологу. Отеки, которые беспокоят пациентов. Врачи-нефрологи не только составляют план лечения и назначают лекарства. Они определяют причины заболевания и проводят диагностику, назначают диету и даже корректируют распорядок дня, чтобы восстановить здоровье пациентов. Не злоупотреблять алкоголем, не курить, следить за уровнем артериального давления, за уровнем сахара в крови, правильно корректировать артериальное давление сахара в крови и опять-таки не злоупотреблять, еще раз повторюсь, лекарствами без назначения врача. Специалисты рекомендуют лучше следить за своим здоровьем и регулярно проходить обследование, чтобы избежать серьезных заболеваний. Екатерина Шмакова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Профилактика и раннее выявление заболевания ребенка – главная цель, которую ставят перед собой специалисты Центра здоровья. Он работает на базе детской поликлиники с 2012 года. Приходят сюда как организованные группы школьников, так и одиночные посетители, которые могут записаться через портал пациента. Пройти обследование можно бесплатно один раз в год. Центр здоровья принимает детей от 6 лет. Ежегодно у нас проходит не менее 3000 детей через Центр здоровья. При этом 2500 проходит первичное обследование. Повторное обследование проходит 500 детей. Центр здоровья не заменит полноценный медосмотр. Это скорее дополнение. Но то оборудование, которое здесь установлено, отличается от обычных приборов в кабинетах других специалистов. Обследование в Центре здоровья позволит выявить наличие функциональных отклонений в организме и заранее предотвратить заболевания. В Центре здоровья есть несколько кабинетов. В одном из кабинетов проводится комплексное обследование, которое включает в себя много приборов, в частности измерение роста, веса, измерение кожаной складки, дальше измерение артериального давления. Также в первом кабинете проводится обследование для оценки внимательности, проверяют время реакции ребенка. Затем пациенту предлагают исследование на кардиовизоре. Он показывает сердцебиение, частоту пульса, сердечных сокращений и ритм сердца. Дальше по показаниям мы уже смотрим, если у ребенка избыточная масса тела, либо наоборот дефицит массы тела, мы проводим биомпеданс. Это соотношение жировой массы, костной ткани и воды в организме. Во втором кабинете проводят исследование на уровень глюкозы в крови, холестерин и измеряют функцию внешнего дыхания. После этого пациентов отправляют на обследование зубов. Там выявляют факторы риска стоматологических заболеваний и рассказывают о профилактике и гигиене полости рта. При выявлении твердого зубного налета, либо пигментированного, провожу профессиональную гигиену. Также обрабатываю вторицидержащими средствами, кальция содержащими препаратами зубы у детей. И при необходимости назначаю на повторные посещения. Также специалист с помощью модели показывает, как правильно чистить зубы и пользоваться зубной нитью. Как выяснилось, секретами правильной чистки владеют единицы. Затем, согласно стоматологическому статусу ребенка, она рекомендует средства по уходу за полости рта. Если есть миловидное пятно, то мы проводим профилактику, то есть наносится аппликация, вторицидержащими препаратами. У нас в наличии их достаточное количество. Если кариес обнаружен в полости рта, то он направляется к врачу-стоматологу обязательно с рекомендацией. После всех обследований ребенка направляют к педиатру, который определяет план дальнейших действий. Если необходимо, назначает повторное обследование и направляет к узким специалистам. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Проект технологии выживания существует более пяти лет. Его основатель Юрий Евич вложил в него боевой опыт, полученный на Донбассе и в Сирии. В рамках проекта организаторы подготовили несколько курсов, тематических лекций и семинаров. Курс по тактической медицине включает отработку навыков оказания первой помощи в военных условиях. Саровская общественная организация ветеранов-воин пригласила руководителей курса в Дивеевский район и организовала полевые учения в лагере «Казачий острог». На курсе к тактической медицине смогли побывать как действующие военнослужащие, так и обычные люди. Иногда мы приезжаем целиком по тренировым подразделениям. В данном случае были не подразделения целиком, а желающие люди из различных силовых структур города Сарова, как я понимаю, и окрестностей. Плюс было несколько человек гражданских, местные военно-патриотические клубы, которые готовят юношество к службе в армии, работают с молодежью, с подростками. Основная цель курса – научить организовывать медицинскую службу на поле боя. В течение трех дней участники изучали теорию, учились оказывать первую помощь при ранениях, занимать правильные боевые позиции и применять тактики. В заключительный третий день бойцы оттачивали свои знания и навыки в имитационном бою. Обычный наш курс включает ровно три дня, базовый курс. Это первый день – теория, буквально 10 часов, где разбирается очень много различных аспектов. Второй день – медицинские навыки, пинты, жгуты, гемостатики, капельницы и множество других манипуляций. Третий день – имитация боевой обстановки. Руководители проекта проводят курсы в различных городах России. Следить за новостями и связываться с организаторами можно в группе ВКонтакте «Технологии выживания. Токсическая медицина». Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Последний раз реконструкцию в детском парке на улице Сосина делали в начале 2000-х годов. Тогда там появились новые дорожки, скамейки и детский игровой комплекс. Вопрос обновления парка стоит уже несколько лет, и сейчас его реконструкция идет полным ходом. У нас провелись демонтажные работы, это 90%. Сейчас ведутся уже строительные работы. Это прокладка электрического кабеля для освещения, площадки с резиновым покрытием. Это дорожки, гравийные и брусчаточные будут. Самым сложным, по словам Василия Ласточкина, было найти поставщиков и закупить материалы. Работы на объекте идут без отставания от графика. И совсем скоро здесь начнут устанавливать игровые комплексы, спортивные площадки и зону отдыха. В проекте реконструкции учли пожелания горожан. Амфитеатр будет там для прогулок. Будут скамейки также будет. Справа от нас это будет гравийный, тоже прогулочная дорога. Вдалеке будет площадка для выгула собак. Во время подготовительных работ в парке вырубили несколько десятков деревьев. В основном это были аварийные или сломанные растения, вместо которых в парке появятся молодые саженцы. Благоустройство парка планируют завершить к началу октября этого года. Екатерина Шмакова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. В декабре 2019 года в приемнике для безнадзорных животных появилась новая обитательница. Немецкую овчарку подобрали во дворе жилого дома в крайне истощенном состоянии. У нее подкашивались лапы и ей явно нужна была ветеринарная помощь. Собаку доставили в приемник. И почти сразу же у нее начались судороги. Мы думали, что она вообще не выживет. Но были по тревоге подняты сотрудники, был вызван врач. Два дня мы боролись за ее жизнь и вообще было неизвестно, что с ней будет и выживет ли она. Собака выжила, выздоровела, окрепла и превратилась в настоящую красотку. Назвали ее Афиной. Непонятно, почему ее тогда довели до истощения. По версии тех, кто ее спас, собака жила у алкоголиков, которым была не нужна. Афина явно знавала лучшие времена. Она понимает команды, прекрасно ходит на поводке и ладит с людьми. Собаке примерно 7-8 лет. Афина живет в приемнике уже полтора года. За это время были желающие забрать ее к себе, но для сотрудников и волонтеров она стала родной. Поэтому к выбору будущих хозяев они относятся очень серьезно. Собаку готовы отдать тому, кто знает особенности породы. Со времен жизни у прежних хозяев у Афины остались проблемы со здоровьем. Животное нужно периодически показывать врачу. Однако тот, кто не побоится трудностей, обретет в ее лице настоящего верного и преданного друга. По всем вопросам, связанным с Афиной, звоните по номеру, который видите на экране. Вместе с ней в приемнике живут около 20 собак. Всем им нужны заботливые и любящие люди. О каждом из этих животных мы рассказываем в рубрике «Ищу хозяина». Екатерина Пенова, Артемий Глазков, Александр Майков, служба новостей СРОВ-24. Футбол, баскетбол, волейбол. В рамках проекта «Дворовая практика» на стадионе 10-й школы работают сразу несколько спортивных площадок. Ребята проводят между собой различные спортивные турниры, а педагоги ЦВР организуют интеллектуальные и развлекательные конкурсы, чтобы подростки весело и с пользой провели свой досуг. По словам педагогов, каждый ребенок находит здесь что-то для себя, будь это игры, живое общение или просто отдых на свежем воздухе. Традиционные игры, в которые играют у нас дети, вот сейчас начинается игра в футбол, например, среди младших школьников. Ну, это очень интересно. Они хотя и разновозрастные, но достаточно азартно. Я считаю, что это очень важно для воспитания вообще любых детей. Пускай играют. Евгений Чегирин приходит на площадку каждый день. Женя увлекается футболом и хоккеем. И в свободное от тренировок время он всегда идет на стадион 10-й школы, чтобы встретиться с друзьями и научиться чему-то новому. Мне нравится играть здесь, потому что здесь друзья, мы соревнуемся здесь. Как можно больше места здесь. Меня обучают, как пинать, ну, как финты делать. Илья Сергеев признается, что самое его любимое увлечение – это лыжи. Он уже давно занимается лыжной секцией и добился хороших результатов. По словам Ильи, несмотря на то, что он устает на тренировках, ему всегда удается найти время, чтобы прийти на площадку и поиграть. Спортсмену нравятся все игры, но чаще всего он выбирает баскетбол. Мне вообще нравятся летние виды спорта, игр. Ну, футбол, баскетбол, волейбол. Ну, я прихожу сюда, потому что здесь хорошая площадка. Когда я перехожу один, я играю, ну, просто закидываю мяч в кольцо, ну, чтобы тренироваться. Когда я прихожу с друзьями, там, с родителями, мы играем в минус пять, там, в американку. Педагоги и аниматоры Центра внешкольной работы ждут всех желающих активно и весело провести досуг на площадках дворовой практики по будням с 15 до 19 часов.